друзья всем привет продолжаем тему разбирание таких мелких кусочков из которых состоят наши проблемы ответить есть такие комментарии ответить на них не смогу комментарии звучат следующим образом расскажи пожалуйста полный техпроцесс от и до понимаете что такое видео чтобы его сделать информативным она растянется где-то часа на четыре смотреть такое видео вы целиком не будете поэтому вот такие вот моменты которые будут содержать это видео в себе то есть коротенькие я вот делаю отдельно то есть сейчас сегодня рассмотрим просадки просадка грунтовых шпатлевок фриску и так далее то есть то что мы видим повреждений не повреждения а дефект на лакокрасочном покрытии после покраски как риска разного характера но риска сегодня это рассмотрим рассказать обширно от и до но вы не будете смотреть и все равно вопросы будут повторяться поэтому собирать информацию из кусочков так и проще усваивать прежде чем начать видео скажу так было у меня года три наверно давности видео правило 100 ссылка в описании обязательно его пересмотрите я сейчас не буду полностью разбирать формат того видео потому что еще 20 минут никуда выкинем его пересмотрите а потом возвращайтесь к этому видео чтобы было более детально вам понятно о чем сейчас будет идти речь и так что такое просадка которую мы видим после покраски если где-то пропустили нужный нам этап по правилу 100 по скорости сушки и по применяемому разбавителю на лакокрасочным покрытием сейчас рисую слой шпатлевки который у нас содержит недопиленную нами риску ошибочно сделанную просто мы ее пропустили допустим возьмем это недопиленная 80 риска которую мы пытались пилить сразу 320 на машинке допустим пыль которую мы на машинке хоть даже из проявка терли создавалась работали к примеру без пылесоса тоже как ошибка она у нас забила вот эти вот порки и мы их просто не видели то есть проявку в этих порах мы не видели в этих рисках мы посчитали что все чисто все круто обезжирили обезжирь к у нас вытянула часть какую-то этой пыли из этих ямок то есть что-то ушло что-то чуть-чуть осталось проявка вместе с обезжирь к и забралась все это дело ушло и мы просто не видим риск увидеть она не такая что ее на глаз увидеть или на ноготь можно пощупать нет мы это все закрыли двумя хорошими коржами а то и тремя коржами грунта наполнителя далее мы высохнуть ночь в гараже у нас было прохладно градусов так 15 это вообще в идеале будет хорошо мы посчитали что все усохлась грунт частично в этих местах повторил вот эту вот рисочку мы ее на глаз не видим но грунт это сделал мы сравняли сейчас возьму другой маркер мы сравняли брусками машинками наждаками слой вот этот неровные у нас все кажется нам ровно все хорошо то есть по плоскости вроде бы как хорошо когда мы начинаем наносить следующие слои базовой краски и лака посчитайте сколько слоев 1 2 3 4 5 6 5 и выше слоев но не менее чем 4 меньше чем 4 2 слоя краски 2 слова лака у нас не получится это в среднем по среднему как мы работаем все эти слои зелененькие которые нарисовал они в себе содержат разбавители самый агрессивный из них находится в базовой краске так вот разбавитель который находится в базовой краске он испаряется не только наверх он также впитывается в грунт из-за этого у нас получается химическая адгезия это одна из составляющих таких чтобы у нас лакокрасочный материал держался друг до друга попадая сюда разбавитель пропитывает грунт и грунт из-за того что в нем было либо недостаточно разбавителя либо разбавитель был подобран типа r12 и у меня все хорошо проблем не знаю продолжает свою усадку то есть он опять размягчается и он продолжает в эту риску усаживаться потому что ему не хватило ври а первое ему чего не хватило ему не хватило времени чтобы полностью испариться потому что температура у нас была там меньше или равна 15 градусам а нормальная сушка грунта указано при среднем 22 градусах цельсия от 4 часов это хороший качественный грунт который будет смешан правильно с правильным разбавителем это очень важно то есть ночь которая там прошло пусть даже 10 часов при 15 градусах r12 и у меня все нормально есть такой универсальный разбавитель он просто не успел высохнуть с тем самым он не закончил свое движение в усадку если он не закончил садиться лампой мы его не сушили потому что посчитали что все нормально вроде как села и я риску 320 к 80 перебил лишь под проявку перебивал у меня все нормально я видел я в этом уверен это одни из тех косяков которые я рассказывал из того что я слышал лично общался с людьми но я же видел своими глазами говорит я же риску убрал да ты и убрал только ты и убрал тем самым что ты ее затер порошком потом пыль вот это когда ты ее смыл ты его просто уже не досматриваешь ее можно увидеть под лампой там на уголочек чуть-чуть но это все надо просматривать и в эту риску у нас просто грунт напитавшись разбавителем продолжает усаживаться это не сразу происходит то есть пока вот эта вот усадка по файл повторить форму вот это вот риска выйдет хотя бы чуть-чуть формой суда если это зима то это ближе к весне проступит потому что разбавители пока все выйдут пока грунт потянет за собой лакокрасочный слой весь чтобы его повторить и сделать такой же красоты риски пройдет время и мы его увидим не сразу и потом клиент вернется скажет а что ты сделал блин ну все же было хорошо и тебе отдавал первое время пока клиент будет ездить она да будет нормально риска усаживается со временем не сразу именно поэтому вы когда стерли слой грунта у вас все было ровно она продолжает туда усаживаться потому что допустим помол грунта грубо говоря так как всем объясняют помол грунта то есть тот наполнитель имеет определенный фракцию то есть определенный диаметр и если он в риске лежит вот такими вот составляющими он не идеально не плотно друг другу прям лежит потому что здесь у нас разбавитель здесь у нас смола которая тоже потом сядет то есть все это пока испарится наверх уйдет вот эти вот помолы все равно будут потом оседать ниже и ниже заполнять риску потому что изначально они туда не могут съесть им не хватает не дает вот этот вязкость который не вязкость а связующие то что их связывает вокруг них все есть пока ну не испарится не уменьшится в своем объеме тогда все полностью усядется чтобы это все произошло быстрее при используют инфракрасные лампы либо же температурную сушку сушка 60 градусов 40 минут то есть применили вот этот метод при том условии что мы будем правильно подбирать разбавители которые рекомендуют производитель у нас все будет беспроблемно то есть у нас это во время инфракрасная лампа там где-то минут 10 в районе 10 туда-сюда хватит чтобы разбавитель у нас ушел все села сушки температур на хватит 40 минут прогрели чтобы это все полностью закончила свое движение испарение если мы рассчитываем на то что ночь при 15 то и меньше градусов у нас все сама сделает мы получим потом косяк дальнейшем далее это такое то есть что происходит у нас с грунтами по шпатлевки рассмотрим отдельно это другая проблема сейчас буду рисовать не в разрезе как бы она плоскость примеру смотрим сверху на капот у нас есть зона шпатлевки давайте не так не зоны шпатлевки нас есть яма ямка на капоте эту яму мы физически не можем отрихтовать в общем решили ее шпатлевать разрабатываем вы в идеале надо разработать таким образом чтобы зона шпатлевания у нас была полностью на голом металле тогда мы себя обезопасим от косяков просадки зону шпатлевания голого металла мы разрабатываем сейчас рисую как это в принципе должно быть правильно потом расскажу как делают все то есть восьмидесяткой мы разработали себе металл очистили 120 разработали дочистили металл еще чуть чуть больше там уже дальше будем расчугиваться под грунт там 180 240 но мы сейчас про шпатлевками насмотрим и в этой зоне мы работаем шпатлевка так чтобы здесь у нас для глаза стекловолокном закрыла далее мы один или полтора аккуратненьких протяжечки сделали перекрыли все универсал очкой наполняющий либо алюминиевая шпатлевка там зависимости от типа ремонта а вот это вот все у нас осталось голым металлом чтобы здесь мы работали брусками оставались в районе голого металла то есть делаем прямую риску но и на лакокрасочное покрытие никак не попадаем далее мы все перебили машинкой 120 далее разработали все машинка таким образом чтобы у нас 180 240 захватила и лакокрасочное покрытие и шпатлевку краешки там замотовали чем нужно зависимости от зоны грунтования если все грунтуем 320 прошли забыли все загрунтовали и у нас все будет нормально ничего не сядет в плане риски то есть может происходить усадка если мы не досушили нормально шпатлевку в плане ямку садиться но это уж извините шпатлюйте правильно сушите каждый слой дошпатлевывать еще протягивайте нормально лампами прогревать они просто там феном снаружи то есть просто чтобы правильно прошла сушка по шпатлевке это правильный ремонт но как показывает практика когда у нас полмиллиарда ямочек на машинке мелких их надо все прошпатлевать как делают берут на палец дай бог чтоб 120 ку а то и восьмидесятку вот эту ямку которая у нас есть как бы так нарисовать давайте сюда перейдем допустим у нас есть да тот же капот до и у нас тут 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 мелкие ямки их надо протянуть одним слоем тоненько мы берем восьмидесятку зерно и вот тут вот на херачили пальчиком вот тут вот на херачили пальчиком здесь здесь решили прямо потереть тут тоже нам не дотягивались мы неудобно было круговыми то есть по чуть-чуть по чуть-чуть замотовали да то что мы замотовали это все абсолютно верно чтобы шпатлевка у нас держалась до замотова лишь как правильно чуть-чуть шире чем нужно шпатлевать чтобы не дай бог края шпатлевки у нас лакокрасочного не потянулись и грунт их не поднял потом в дальнейшем хорошо мы все сделали правильно потому что работали руками ну правильно я сейчас в кавычках говорю то есть что не подумали что так надо делать здесь мы зашпатлевали все одним слоем нам показалось этого достаточно потому что ямочки очень тоненькие ямочки точнее не тоненькие а меленькие и одной протяжки тоненькой коротеньким шпателем на в принципе вполне достаточно теперь давайте то что тут произошло нарисуем в разрезе у нас есть от 80 ки огромная просто серия на одном месте наточенных канав в одной плоскости когда мы будем шпатлевать тоненько шпатлевать поскольку у нас зона перетирки шире чем зона шпатлевания ямка допустим вот в этой зоне у нас находится хотя я так обозначу то есть то что зеленая это у нас ямка мы шпатлевку наложили чуть-чуть шире ямки чуть-чуть а риску мы еще видим на капоте то есть от той восьмидесятки которые мы нарисовали соответственно сюда у нас попала сюда попала сюда что-то вообще там не понятно попало не попало зашло не зашло окей когда мы начинаем перетирать мы спиливаем вот эту часть бугра чуть-чуть дотачиваем получаем хорошую ровно по нашему мнению плоскость сейчас зарисую вот эти вот от восьмидесятки то есть они у нас заполнились и просадку если вы обращали внимание вы увидите не там где именно у нас нормально положен слой шпатлевки а в зонах заканчивания шпатлевания перехода на вот эту крупную риску то есть сюда просто не хватило объема шпатлевки чтобы заполнить вот эту риску мало то что риска очень крупные на восьмидесятку шпатлевать в тонких местах вообще нельзя да в принципе на восьмидесятку не рекомендуется шпатлевать но если вы шпатлюете стекловолокном на восьмидесятку можешь подливать она не просядет если это реально площадь то есть мы взяли всю крышу протянули она у вас была вся восьмидесяткой перетёрт и потом когда мы будем грунтовать вот этот уже нами ровную часть произойдет ровно та схема которая я только что объяснял грунт вот здесь сядет в дальнейшем и именно здесь по краям вокруг шпатлевания то есть по вот этим краям мы увидим ровно ту риску форме которой мы ее делали что было сделано неправильно во первых вручную по 80 это очень крупно под шпатлевание если говорить про машинку если мы перетёрли машинкой еще так сяк но тоже это крупновато если мы будем шпатлевать не полностью весь капот а только ямки то можно к примеру восьмидесяткой разработать до металла выдрытого друг коррозия еще что-то образовалось потом взять на машинку на орбиту 5 миллиметров орбитальная машинка одели 120 q и разработали вот так вот пошире себе чтобы у нас замотованное пятно было гораздо шире чем у нас будет шпатлевание ти нам все равно этот капот грунтовать целиком это сейчас не локальный ремонт 20-то и разработали отработали сейчас подливались перетёрысь и потом все мы перетрем еще раз two двадцаткой до 81 загрунтуемся либо 240 загрунтуем все зависит от типа грунта который мы будем выбирать и скорости работы но не в таком случае что h8 и пальцем потерли и потом прошпатлевали даже 120 ему пальцем потерли потом прошпатлевали может быть просад тоже зависит от шпатлевки от того Какой у неё помол, какая у неё смола и так далее. Сколько компания сэкономила на смоле и всё остальное. Вот это основные как бы из причин просадки. Следующий момент. То, чего мы не видим. Это опять же из видео правила 100. Это есть 80 риска. Это я уже рисовал там. Нам её надо перетереть 120. 120 мы понижаем вот эту высоту. И рисуем уже более меленькую рисочку. Но до конца 80 мы ещё не дошли. Берём 180, когда мы понижаем ещё у 120 высоту. И рисуем здесь уже на более одинаковые выходим. И вот в такую, то есть от 80 ещё не тронутая донышко. Но оно уже по высоте, по вот этой вот высоте, для вас-то мелковато, конечно. Но примерно равно, как у 180. И когда мы будем добивать 240, к примеру, под грунт у нас уже будет вся одинаковая полностью по своей высоте риска. И это будет правильно. А когда мы, то есть то, что я там рисовал, у нас была восьмидесятка. А мы взяли 320. И начали пилить. Мы убрали от 80-ки лишь вот такую высоту. А всё остальное, если нет пылесоса, мы даже не увидим. Мы забили вот этой мукой. Всё. Когда мы, если плохо, тем более ещё обезжирили, когда мы будем грунтовать, вот эта мука вообще не даст туда толком ничему. Но усадка всё равно будет, но не даст ничему, ни с чем схватиться. И здесь потом будут отшелушивания, возможно, идти. Если мы реально очень быстренько пробежались и хреново выдули, обезжирили, у нас возможны, не говорю, что это 100% будет, но возможны отслоения. То есть грунта от шпатлёвки, к примеру. Конечно, с грунтом так накосячить, это уж слишком. Восьмидесяткой грунта, думаю, никто не трёт. Но это как один из вариантов, что будет отслоение. То есть просадки, они все предсказуемы. Главное понять вот этот вот момент, что мы дали очень тонкую толщину шпатлёвки в зоне высокой риски. И не бывает чудес. Шпатлёвка также усаживается, из неё также уходят разбавители. В шпатлёвке тоже есть разбавители. Смола уменьшается в своём объёме. Происходит усадка. Это не быстро происходит. То есть сушка происходит там за 15-20 минут, полчаса. Сушка, но усадка происходит гораздо дольше. То есть эта сушка, имеется в виду, что мы можем её уже перетирать. То есть всё, смола в принципе застыла до того состояния, что мы её можем обрабатывать абразивом. Но усадка ещё будет продолжаться. И как она будет продолжаться, зависит лишь от глубины риски. Если шпатлёвки есть, куда в риск усаживаться, она будет туда усаживаться постепенно. Если ей усаживаться некуда, она просто будет равномерно. Сама по себе шпатлёвка в объёме уменьшается, как я запомнил, на 2%. То есть мы, если зашпатлёвим пробку, то усадка шпатлёвки даст 2%. Мы туда даже лезвие не ставим между краем пробки и тем расстоянием, что есть до шпатлёвки. То есть это очень мало. И на плоскости, чтобы уселась шпатлёвка так, и мы видели какой-то дефект, фактически невозможно. Шпатлёвка будет усаживаться в риску. Именно в риск уходить туда. И этот дефект мы обязательно увидим. Что ещё? Что ещё можно рассказать интересного по усадкам? По поводу разбавителя я уже чуть-чуть сказал, но коснусь более детально. Если мы взяли разбавитель, который не рекомендован производителем лакокрасочных материалов, это значит, что разбавитель, он смешается в принципе с материалом. Да, мы его можем смешать. Но как будет происходить процесс испарения разбавителя из материала? Потому что в материале уже есть свой разбавитель. Мы просто доводим консистенцию нужную нам своим разбавителям. И как будет испаряться разбавитель, который уже был в материале, вместе с тем разбавителем, который уже мы добавили в материал? Это будут разные скорости, из-за этого и будет разная сушка по времени. То есть, к примеру, разбавитель, который мы добавили, он уже ушёл весь из материала, а тот, который есть разбавитель в материале, он ещё там, к примеру, находится. Тот, который ушёл, испаряясь, создал на поверхности плёнку, через которую разбавитель, содержащийся в материале, будет уже сложнее выходить, потому что неправильная скорость была. Либо же наоборот, разбавитель, который содержится в материале, ушёл правильно за это время, при такой температуре, которая у нас была. А разбавитель, который мы добавили, он не успел выйти, и он остался ещё в материале. И когда мы сверху наносим свою краску, в которой есть свой разбавитель, он активирует вот эту плёнку, он её разжижает, скажем так, и разбавителю появляется возможность испаряться снова. И это может быть и подрыв, от этого уже связан, лакокрасочного покрытия на грунте. Это может быть потом подрыв грунта от нижних слоёв, потому что прошёл разбавитель, содержащийся в материале, а прошёл он лишь потому, что разбавитель, содержащийся в грунте, позволил ему туда пройти. Если бы в грунте уже разбавителя не было, в том количестве, в котором он там остался, потому что он не успел выйти, разбавитель из краски просто не успел бы пройти вниз, ему бы хватило того объёма, чтобы чуть-чуть распространиться по грунту. А если разбавитель сможет пройти насквозь через грунт, у нас будет подрыв грунта. То есть мы будем думать, что что-то не так с грунтом. А с грунтом, в принципе, всё было нормально, мы взяли неправильный разбавитель. То есть элементарно мы сэкономили на фигне какой-то, то есть купили банку разбавителя не за 8 долларов, а за 3 доллара. Но он же разбавляет, материал-то не сворачивается, в комки не уходит, значит всё нормально. А нет, они нормальны. И вот на таких каких-то мелочах мы попадаемся, а потом себе затылок чешем. Что ж было не так? А где ж была проблема? А проблема была в том, что мы сэкономили на мелочи и получили перекрас. На этом, в принципе, всё. В следующем видео коснусь темы именно подрывов. От чего, почему, как избежать, какие варианты, чем перекрыть, если уже он идёт и мы не можем от него избавиться. И так далее. И в подрывы, наверное, коснусь так же чуть-чуть кратеров, потому что это рядом ходящие темы, хотя не особо. А может и коснусь. Не знаю. Посмотрим. В общем, на этом всё. Всем спасибо за внимание. Есть вопросы, задаём их в комментариях. Тем, кто знающий, умеющий, нефлудим, помогаем людям разбираться в их проблемах, хоть для нас они кажутся и глупыми. Всем спасибо. Пока. Субтитры подогнал «Симон»